Иволга, Туриада, Театральное Приволжье, Форм-Арт и многие другие. К общественным проектам, которые реализуются в Приволжском федеральном округе, присоединяется все больше молодежи. Активное участие принимают и ульяновцы. Молодежную политику и общественные проекты обсуждали в правительстве с участием заместительного полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева. Алексей Юрьевич, Вам большое спасибо за внимание к вопросам детей и молодежи. Я думаю, что проведение такого совещания под Вашим председательством, под председательством любого губернатора, наверное, стоит рассматривать как желание улучшить ситуацию в определенной сфере. Несомненно, я думаю, что мы тоже будем способствовать этому. Основная цель общественных проектов – предоставить максимальные возможности молодежи, чтобы они смогли реализовать себя вне зависимости от места проживания. В регионе проводятся различные массовые мероприятия, фестивали, открываются творческие пространства, такие как Дом молодых. Молодежь – это будущее общества региона страны, и наша задача – обеспечить им поддержку, возможности для реализации своих идей и потенциала. Мы уже совершили значительные шаги по улучшению условий для жизни и развития молодежи в Ульяновской области, обеспечили возможность организации органов молодежного самоуправления, работаем в векторе федеральных проектов социальной активности молодежи России. В 2023 году порядка 20 тысяч молодых людей из Ульяновской области приняли участие в общественных проектах ПФО. Стоит отметить, наш регион принимает участие во всех, без исключения, проектах и показывает достойные результаты. Ульяновская область участвует во всех мероприятиях, во всех проектах Приворского федерального округа. Это и «Слёт никто не забыт», посвященный поисковым отрядам. Это и театральное Приволжье, посвященное непрофессиональным коллективам театральным. Это и новый проект, который в этом году будет, так как Иволга перешла на федеральный теперь уровень, и со всей страны будут приезжать туда участники. А в Нижнем Новгороде будет проходить такое мероприятие под названием «Метеор». Напомним, в прошлом году Ульяновская область заняла третье место среди субъектов ПФО по информационному сопровождению общественных проектов. Кирилл Савойсин, Герман Баранов, Управда ТВ.